Севастопольские корабелы гордятся, что развитием завода занимались выдающиеся флотоводцы Федот Алексеевич Клокачев, Федор Федорович Ушаков, Павел Степанович Нахимов, Владимир Алексеевич Корнилов, Михаил Петрович Лазарев. Мурзаводцы гордятся, что легендарный брик Меркурии был спущен со стапеля их завода. Из поколения в поколение передаются рассказы о героизме рабочих, которые вместе с солдатами и матросами защищали город в годы Крымской и Великой Отечественной войн. За более чем двухвековую историю предприятия на его производственных площадках были построены более 500 кораблей и отремонтированы более 5000 судов. Таких предприятий с такой историей в России всего несколько. Это Адмиралтейские верфи, это более 300 лет, это Красная Кузница, более 300 лет, и наш завод. 235 лет, история богатейшая и славная, и прошли не одну войну. И наши заводчане заслужили своим трудом, потом и кровью считаться заводчанами Севастопольского морского завода, города Севастополя. Я всех поздравляю ветеранов нашего предприятия, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, которые не просто трудились на нашем предприятии, они еще проливали кровь и отдали жизнь за свободу нашего народа и государства. Нынешнее молодое поколение, которое приходит на предприятие, оно должно гордиться тем, что сделано, и гордиться сегодняшним своим трудом и нашим славным заводом. Под всей душей. В конце 2015 года с целью ускорения интеграции Севмурзавода в российское экономическое и правовое поле был подписан договор аренды его основных производственных мощностей Северодвинским центром судоремонта «Звездочка». Завод вошел в состав объединенной судостроительной корпорации крупнейшего российского судостроительного холдинга. Началась новая страница в его истории. Техническое перевооружение Севмурзавода сейчас идет полным ходом. Составлен пакет по этапной реконструкции и модернизации производственных мощностей. Для реализации задуманного планируется выделение более 7 миллиардов рублей до 2020 года. Этапом возрождения Севмурзавода можно считать успешное выполнение заказа по строительству транспортной плавсистемы для доставки арочных пролетов для Крымского моста. Когда Севастопольский морской завод получил важнейший государственный заказ по постройке плавсистемы для доставки арочных пролетных строений Крымского моста к местам монтажа в Керченском проливе, многие не верили, что практически разграбленное, уничтоженное предприятие с этим справится. Но Севмурзавод справился. Вот здесь, у этой стенки спаривались многотонные понтоны, монтировались сложнейшие механизмы и системы. Что было дальше, видел весь мир. К юбилею Севмурзавода независимая телевидение Севастополя выпустила серию из пяти документальных фильмов, рожденной под парусами. Маргарита Пронина, Севинформбюро. Маргарита Пронина